21 декабря. Классная работа. Классная работа. Классная работа. Классная работа. Классная работа. Давайте вернёмся на урок математики. У нас сегодня были ошибки? Да. А скажите, как вот эта часть относится к нашим ошибкам? Не стыдно не знать. Может человек знать всё? Нет. Так вот не стыдно не знать. А что стыдно? Стыдно не учиться. То есть человек никогда ничего не узнает, если не будет учиться. Правильно, если не будет учиться. Можно вас научить. Нет, да? Вы должны сами научиться. Правильно, вы должны сами захотеть учиться. Итак, я думаю, что сегодня вы все уже захотели и все готовы к новым знаниям. Обязательно узнать что-то новое, чтобы нам не было стыдно. Так, у меня есть такая загадка. Это слово-значимая часть. Над словами родственными держит власть. Что это такое? Никита? Корень. Корень. Верно. Корень. Как мы его обозначаем? Другой. Другой. Так. Корень. А какую еще часть слова? Сухицы. Как обозначаем? Сухицы. Сухицы. Это у нас сухицы. Это у нас сухицы. Итак, скажите, пожалуйста, чем мы будем заниматься с вами сегодня на уроке? Корень. Сухицы. Корень и сухицы. То есть те части слова, которые мы знаем. Скажите, как найти в слове корень? Алеша. Надо подобрать как можно больше однокоренных слов. Однокоренных слов. Так. Верно. Прекрасно. Какие два признака мы всегда должны помнить, чтобы найти корень? Надя. Чтобы слова подходили по смыслу. Так. Не только одинаковые буквы, да? Но и чтобы слова подходили по смыслу. Прекрасно. А что такое суффикс? Суффикс. Это просто слово. А так, он не просто его. Но измельчает словой? Так, так. Ну, а теперь давайте по порядку. Что называется суффиксом? Суффикс. Правильно. Часть слова. Часть слова. Какую? Где стоит суффикс? По словам. Какую работу выполняет суффикс? Он не имеет. Он делает слова. Он делает слова. Так. Еще раз. Какую работу выполняет суффикс? Для чего он служит? Правильно у вас сказано. Диана. Он. Суффикс. Суффикс, он сперчает. Так. Суффикс. Алина? Он делает слова ласковыми. Так. А еще? Катя? Суффикс, он делает слова большими и маленькими. Так. А теперь скажите же его главную работу. Суффикс нужен для... 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 Ну перемены, а это как? Для образования новых слов. Новых значений. Верно. И вы о них говорили. Итак, давайте вспомним. Давайте вспомним, ребята. Значит, какие суффиксы мы знаем? Тема нашего сегодняшнего урока суффиксы. Я вот здесь напишу, но только не до конца. Так. И какие мы знаем суффиксы? Ик, 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 ик. Йон, йон, йон. Йонок. Ушк или... Юшк. Юшк. А у нас... Йон, йон. Или йок здесь еще. Йонок или йонок? Онок или ионок. Ну хорошо, ваш любимый, да? Ионок или ионок. И какой? Ищ. Чудесно. Так, ну а теперь, раз вы их вспомнили все, то я вам дам сейчас такое задание. Под каждым суффиксом я напишу слово, а вы постарайтесь у себя в тетради образовать при помощи суффикса новое слово. А слова у меня будут такие. Вот здесь я вам подарю слово «конь». Вот здесь я подарю вам слово «сила». А вот здесь я подарю вам слово «конь». А вот здесь я подарю вам хорошее слово, которое называется «бо-да-тыри». Итак, взяли ручки, запишите слова уже с суффиксом, строчку через запятую. Начинаем писать первое слово с большой буквы. Пожалуйста. Пишем. 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 Ну, по отрасли на обуках. Спасибо. Спасибо. Вы можете суть для своего заключения? Конечно, Саша. Я знаю. А, ну, жалко я знаю. Как же? Хорошо. Пишем строку через эту тунь первое слово с большой буквы. Кто-то мы уже должны увидеть, откуда у нас все слова эти пришли? Из литературного чтения. Молодцы. Из литературного чтения. Русский язык, да? Который литературное чтение. Предмет один. Получились? Одинаковые слова. Первый. Что? Привет. А я их одинаковые мне чего дала? А? Ты уже стала? Героин, учительница-то у вас какая? Хитрость. Вот, 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 вот. Молодцы. Итак, быстренько хитрость мою разгадайте. Ну, не получилось? Давайте проверять. Все вместе. А попробуйте в группе, в группе друг с другом прочитать слова. Может быть, кто-то из ваших товарищей нашел его? Читаем. У вас четыре слова, четыре человечка в каждой группе. Начинайте. Каждое одно слово. Лучше прочитаем. Так. В какой группе все четыре слова нашли? Не нашли, да? Ну, давайте все вместе. Так. Пожалуйста. Первое слово. И это? Конек. Конек. А еще какое какое? Конек. Конек. Откуда пришло? Откуда? Из какой? Конек горбунек. Конечно. Конек горбунек. Только что, ребята, здесь? Вот это. Мягкий знак уйдет в букву. Йода. Конек. Так. Второе слово. Силушка. Молодцы. Силушка. Уш. Да? Уш. А А здесь окончание. А что же нам делать с еще одним конем? Конек. 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 Это. Конек. Конек. Ну, я поняла. Поняла, что мы здесь должны. Давай. Давай. Это все. Силушка. Да? Потому что сила. Сейчас все исправлю. Силушка. Да. Получилось у нас вот такое слово. Конь. Конек. Ну, где же? Конек. А кто это? Жеребенок. Конечно. Кто? Жеребенок. Жеребенок. Какой сказке нам нужен был жеребенок? Конек. Так. Верно. А еще, ребята? Илья Буровец. Конечно. Илья Буровец. Значит, вот здесь я слово конь должна убрать. Вероничка. Я права была? Да. А здесь уже будет слово. Жеребенок. 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 Вот. Вот даже писать некуда. Видите, как не продумала Верна Клайна доску. Так. И последнее. Богатырище. 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 Так. Записали. Проверили еще раз свои слова. А. 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 Какой суффикс в первом слове? Ик. 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 Ну, а что еще вы здесь нашли? Какую часть? Окончание. Окончание. Обозначьте его, пожалуйста. Помните, что это окошечко? Силушка. Так. А здесь, ребята, какое значение дает суффикс «уш»? Была сила, осталась силушка. Была варя, осталась варюшка. Ласковая. Ласковая. Молодец, Володя. Ласковая. Это не Володя, чья? Мы говорим о богатыре здесь, да? Что у Ильи Муромца силушка богатырская. Поним? А что мы здесь образовали? Какое? Жеребенок. Жеребенок. Ребятки, что у нас суффикс «енок» «конок» обозначает? Какие слова мы образуем при помощи этих суффиксов? Ну, вспоминай. Жеребенок – это кто? Детеныши. Детеныши? Животных. Молодцы. Детеныши, животных. И последнее слово? Богатырь. Богатырь. Ищище. Да? Какой здесь суффикс? Ищище. А корень, ребята? Богатырь. Богатырь. Большой корень богатырский, да? Большой. Богатырь. И окончание. И окончание есть. Молодцы. Окончание тоже выделите в окошечко и волоснете. Итак, давайте еще разок с вами вспомним, какую работу выполняет суффикс в слове. Никита, подумай, пожалуйста, какую работу выполняет суффикс в слове. Или по-другому. Для чего суффикс нужен? Что он делает со словом? Делает лазерное. Это один только какой. А все суффиксы? Нет. Суффикс нужен, чтобы образовался новое слово. Новое слово. Смотрите, был конник, да? А совершенно другой. Был богатырь. Просто богатырь. А мы образовали слово богатырище. И сказали, про кого мы так можем сказать? Про кого мы читали? Про светогора. Про светогора. А в другой сказке у нас тоже был такой большого, огромного роста кто? Дев. Дев. Правильно. Второй Дев. В киргизской сказке это был Дев, не только король, да? А вот он как раз был большой. При помощи суфферса Ищ мы и образовали его. Прекрасно. Перекрываем русский язык. Учебный русский язык. Учебный русский язык. Учитель, читатель, строитель, мечтатель. Что вы услышали общего у всех этих слов? Услышали. Учебный. Суффикс. Тель. Какой? Одинаковый суффикс. Тель. Одинаковый суффикс. Тель. Скажите, пожалуйста, тема нашего сегодняшнего урока. Суффикс. Суффикс. Одинаковый. Суффикс какой? Тель. 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 Знаем мы с вами этот суффикс? Нет. Ребята, мы с ним уже работали? Нет. Значит, сегодня тема нашего сегодняшнего урока. Суффикс. Тель. Вот мы и должны узнать, что он умеет делать. Ставим тихонько. Ставим. И как Буратино в Бальвине, да? Буратино. Высеркнулся. Два разогнулся. Два нагнулся. Руки в стороны развел. Видно? Ключик не нашел. Чтобы ключик нам достать, надо на носочке снять. Вот мы за вас им ключиком и будем сегодня отружать с вами сухи стены. Садись на кружку. Упражнение 129. Читаем первое задание. Читай слова. 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 Означьте суффикс, ставим номер в упражнение, сто, два, раз, десять, девять, задискиваем слова, задискиваем слова, задискиваем слова, задискиваем слова, задискиваем слова, задискиваем Спасибо. 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 Записали. Какой суффикс вы нашли у всех записанных слов? Тель. Какой его? Тель. Тель. Выделим только суффикс в этих словах. Тель. Ребята, мы же должны определить с вами, какую работу выполняет суффикс «тель». Прочитайте слова, только слова с суффиксом «шиген». Только слова с выделенным суффиксом «саша». Учитель, писатель, читатель, мыслитель, родитель. На какие вопросы отвечают эти слова? Никита. На что? Кто? Показывай. По-другому. Скажите, как одним словом назвать? Учитель, писатель. Профессию. Профессию здоровья. Людей. Никита, есть ли люди? Какой вопрос задаёт? Кто? Значит, исправляй свою ошибку. Эти слова? Эти слова отвечают за вопрос кто? Конечно, нужно подумать. И обозначают, что, ребята, вы про нас сказали? Профессию. Профессию людей. Профессию людей. В этих словах мы увидели на конце. Какой? Мягкий знак. Подчеркните её, обозначьте. Сухий стиль у нас с мягким знаком на конце. Что мягкий знак обозначает в этих словах? Мягкий знак. Две работы, ребята. Что он обозначает? Обозначает? Мягкий. Согласного звука. Мягкий согласного звука. Молодцы. 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 Хорошо. Теперь положите свои ручки. Давайте вернёмся к словарному слову на страничке и восемьдесят. Прочитайте её ещё раз. Учитель. Посмотрите, ребята, сколько опасных низ в этом слове? Два. Какие? Тень. Мягкий знак. Скажите, пожалуйста, а если вы знаете, что в слове учитель суффикс тень, ошибку с буквой ес делаете? Да. Похожная ес. Давайте-ка подумаем. В слове учитель суффикс тень. Какая классная суффикс? Е. Е. Поэтому стыдно нам будет сделать ошибку, потому что здесь уже не стыдно не знать, а мы это знаем. Мы этот суффикс знаем. Мы этот суффикс знаем. И теперь, ребятки, давайте посмотрим. Мы с вами, когда говорили о суффиксах в начале урока, мы все слова взяли откуда? Из каких произведений? Из сказок и были. И сказок и были. А теперь давайте посмотрим. Мы с вами уже подбирали однокоренные слова к слову сказка. Да? Мы тогда говорили о сказках на следующей строке. На следующей строке на новой. Давайте напишем группу этих однокоренных слов. Сказка. Сказка. Пишем. С маленькой буквы пишем. Сказка. 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 А вот у нас сиреное копытце было. Сказка. Пишем. Сказ Сказитель Сказитель Сказитель, молодцы Так, а что вы мне скажете про это слово? Сказитель Это сейчас у нас два сутчика Еще раз Сухик, стель Услышали, молодцы Услышали, сухик, стель А кто такой сказитель? Он рассказывает Это человек, который рассказывает сказку Рассказывает сказку Рассказывает еще что, ребята? Стихи Стихи А еще Беллины, помните, мы говорили об обелинах И вот сегодня я хочу вам Показать удивительную картину Я хочу познакомить вас со сказителем Дело в том, что сказитель Мы уже с вами знаем Человек, который рассказывает сказки Который рассказывал сказы и сказания о богатырях Потому что былины, они так и назывались Сказания Рассказ народный, историческое или легендарное какое-то содержание Сказания о киевских богатырях Мы и читали с вами сказания о киевских богатырях Вот так словарь Божигова дает однокоренное слово Сказителю Сказание А сейчас я хочу вам показать сказителя И чуть-чуть рассказать, ребята Дело в том, что мы с вами Будет все еще, чем у них хватало Вы сегодня увидели Пока ребята нас снимать не будут Вы сегодня увидели у нас Есть хорошая выставка По родной стороне И когда мы говорим о сказителе Когда мы говорим о киевских богатырях О Илье Муромце Мы с вами обязательно вспоминаем нашу родную Брянщину Потому что наши родные города Которые находятся на территории нашей Брянской области Древний Один из них, древний город Трубчевск И вот в древнем городе Трубчевске Есть памятник сказителю Нашла А можно у меня светлый? Не надо Итак, ребята, смотрите Вот здесь рисунок Где на кургане А курганы насыпали Куда хоронили всех погибших воинов в битве И вот наверху такого кургана Сидят русские богатыри Видите богатырей? Да А кто здесь видит сказителей? Это в русском Они в белом, правильно Вот это странники Которые ходили по Руси И видите, что их три, да? Один из них уже старый, с бородой А там, видите, и маленький мальчик с ними И вот у этого странника Инструмент такой вот музыкальный Как он называется? Бусси Бусси И называют этого сказителя баян Как вы думаете, сказитель сейчас слушает богатырей или рассказывает? Рассказывает Рассказывает А как вы думаете, богатыри расскажут сказителю о своих битвах и повыках? Да Обязательно И уйдет, уйдет баян в другой город И уже в другом городе будет рассказывать о этих богатырях О их славных походах А вот это, ребята, памятник баяну, сказителю баяну Который находится в древнем городе Трубчевске В парке стоит на крутом берегу Десны За спиной баяна родные брянские просторы Вот она, красавица Десна И далеко-далеко на горизонте Большой, огромный брянский лес Вот по этой Десне плавали корабли Богатыри уходили В город Чернигов По реке Десне можно было доплыть до самого города Киева Вот она какая, красавица Видите, обрывистые, крутые берега Они были неприступными Там строились и стояли древние города Трубчевск, Стародук, наш Брянск Вот таким выглядит памятник баяну И мы можем гордиться с вами Потому что он единственный в России Памятник сразителей Человеку, который людям Которые сохранили для нас Вот эту старину Всю историю богатырей Историю киевских князей Потому что в их рассказах Мы и узнали о том Как жили князья И с кем они воевали Уже потом Спустя много сотен лет Были записаны эти пылины На бумагу А пока они передавались Сказителями из уст в пустар И мы с вами сейчас А попробуем Давайте посмотрим На вот эту памятник баяну Попробуйте придумать предложение Про сказителя баяну И про наш древний город Что-то получится? Давайте Это памятник Сказитель Попробуй Сказитель играет на баяну Он не на баяну играет Он играет на гуся Это его имя баян Баян играет на гуся Еще пожалуйста Баяну поставили памятник Вот прекрасно Баяну поставили памятник И где? В парке города Трубчевска Поставили памятник У тебя пожалуйста Я уже забыла Ты уже забыла Так есть еще предложение у кого? Нет Ну тогда давайте Спасибо вам За те предложения Которые вы составили А теперь давайте Прочитаем Какое предложение Приготовила вам Вера Николаевна Итак Это предложение Мы с вами сейчас Запишем под диктовку А потом Самопроверкой проверим С доски С новой строки С красной Пишем под диктовку С красной строки Памятник Памятник Сказителю 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 Имя Бояну Стоит На берегу Берегу Реки Десны Еще пахнет Интересное слово Как напишем слово Десны Большой Другвы Это Никита Это название Реки Десны В Городе Городе Трубочек Трубочек Пишется С большой Бокрым Потому что Это Имя Города Труб 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 Че В С Ке Труб Че Тяжело? Да Пощеляйте Сколько слов Предложений Одиннадцать Конечно Одиннадцать Так Все Быстренько Зеленая Ручка Зеленая Ручка И начинаем Проверяем Пальчиком Идет Пальчик Ручка Читаем Мя Ник Пальчик Суффикс Ребятки Суффикс Ник Обозначили Все суффиксы На втором классе Узнать нельзя Суффикс Ник Мы оставим На третьем классе Второе Сранзителю Тель Тель Суффикс Тель А корень Корень какой? Сказ 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 Молодцы Корень Сказ Выделите его Сказ Баня Что мы здесь С вами Мочеркиваем Мочеркиваем Большую букву В именах Людей Баня Стой Сон 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 Нет Сто О Опасное место Проверяем Так Стой Да Стой Дальше На Берегу Что у нас здесь Недавно Пробел Пробел Подчеркиваем Опасное место Е Е Слово надо запомнить Реки Е Опасное место Большую букву Большую букву Е И гласное Е Но мы ее еще проверять не умеем Следующее Городи Пробел Пробел Молодцы А почему пробел Потому что Берегу Другие Другие Молодцы Большая буква В названии Города У меня здесь В городе Правильно Вторая Где мы встретили Такие слова Суффиксом Встретились В нашем предложении Исказителю Суффикс Тель Мы с вами Узнали Какая работа Какое значение Он придает слову Суффикс Тель Какое значение Придает слова Когда мы его выделяем Что обозначают слова Профессию Профессию Лю День Профессию Лю День Итак Скажите Какое слово На уроке Вам больше всего понравилось Сказать Сказите А что самое интересное было Что узнали Самое интересное Новый суффикс Новый суффикс И пропавник Единственный России Который Находится В Брянской области И у нас Ребята 25 Мая Каждый год В городе Топчевский Проводится Праздник Бояна Праздник Бояна Где Вот вспоминают И народные сказки И былины И былины Все А теперь скажите Пожалуйста Как вы сегодня Поработали на уроке На 5 Как вы оцените Свою работу На 5 На 5 У нас нет 5 Как мы оценим Ребята Что вы себе Молодец Молодец А еще раз Зеленый кружочек Почему Потому что Вы все Пересняли И находили Одновременные Слава Находили суффиксы Кто сегодня Работал так Что может Оценить себя Зеленым кружочком Всю работу Выполнил Сам Ну Понимай У кого Сегодня Зеленый Кружочек У меня Сегодня Зеленый Я успел Все Спасибо И последний Вам вопрос Скажите Пожалуйста У нас закрыта Пословица Я вам ее напомню Не стыдно Не знать Стыдно Не учиться Мы сегодня Выполнили Задачу Которую Научились Сегодня Чем-то Домашнее Задание Вы Прома Продолжите Знакомиться С укусом Т Упражнение 110 Дидактический Материал Данечка Записывай Пожалуйста Упражнение 110 Дидактический Материал Продолжение следует... Продолжение следует...